Путинская банда Мешают нелегальному презику Путину гражданские активисты Для того он и затеял болотное побоище Для того и фабриковались многочисленные дела К тому же Развожжаеву инкриминировать нечего Но его все равно держат в неволе Оказывая давление до такой степени, что узник даже написал письмо В котором предупредил, если с ним что-нибудь случится То это дело рук бандитов из ФСБ Я хочу сделать такой прецедент Собрать подписи, много подписей Отправить их главам государств Их больше 140 Главам государств, которые подписали конвенцию против пыток Кстати, среди этих государств Россия И там есть интересный пункт в этой конвенции Что любое государство может возбудить уголовное дело По факту пыток в другой стране Ну, условно говоря, Россия может возбудить уголовное дело по факту пыток На базе Гуантанамо в Соединенных Штатах Просто почему-то Россия предпочитает об этом писать только в своих подкремлевских СМИ А реальные шаги не может сделать Ну вот я хочу, чтобы главы государств обратили внимание на Россию И вот на примете Леонида Разважаева, которого я просто знаю лично Поэтому я решил выйти именно за него И на его примере это показать Чтобы страны, государства, которые подписали эту конвенцию Чтобы они возбудили уголовное дело по факту пыток в отношении Леони Который, как известно, подвергался психологическим пыткам На территории Российской Федерации предположительно Перед тем, как его доставили в Москву и арестовали История с Разважаевым, которая сегодня разворачивается в наших глазах Она, по-моему, довольно чудовищная Потому что мы же видим, что его совершенно непонятно На каких основаниях держит в Иркутском СИЗО Сегодня говорят уже о том, что по всей видимости Он согласился на госпитализацию А значит, это явилось результатом какого-то очень серьезнейшего давления Потому что он предупреждал и нас всех, и своего адвоката Аграновского Что он не собирается просить о госпитализации Если он попросил, значит, ему там очень плохо Прошли свидания о том, что он, в общем, сидит в пресс-хате То, что называется Конечно, это пытки А что это? Конечно, это пытки Вся история с политзаключенными по 6 мая Это пытки И сегодня мы видим, что вот Скажем, даже вот этот вот Вполне себе сервильный, ручной Президентский Союз по правам человека Даже эта организация признает, что на самом деле никаких массовых беспорядков не было А всю историю 6 мая спровоцировала милиция Уже очень много И это автоматически означает, что люди, которые сегодня сидят, это политзаключенные Просто автоматически Если не было беспорядков, то кто они такие? Власть прессует оппозицию по всей стране Это происходит не только в Москве, Иркутске, но также и в Уфе Уж если московские держиморды лютуют То в провинции и вовсе стоят политические трескучие морозы Дела шьются быстро и беззастенчиво Ильгиз Юсупов, как правозащитник, как гражданский активист В отношении которого 14 ноября 2013 года вынесен неправосудный приговор По сфабрикованному уголовному делу Он отправился за решетку на два года Сразу после того, как в его отношении возобновили уголовное дело Которое было возбуждено в 2007 году А его возобновление совпало с его гражданской активностью Чем больше он себя проявлял, тем больше он увлечал башкирские власти в коррупции Чем больше он участвовал в наших народных протестах Тем сильнее сжимались, так скажем, тиски репрессий в его отношении И 14 ноября Кушнаренковский районный суд Судья Гимареев вынес приговор По сфабрикованному уголовному делу Вопиющий случай, когда людей просто берут Незаконно сажают именно за их гражданскую позицию Активистов, вышедших в центре Москвы с пикетами, было немного Меньше дюжины, но даже эта жалкая кучка граждан Нервировала Кремль, ощетинившийся полицейщиной и присмыкающимися из центра Возможно, кто-то скажет, что слишком узок круг этих граждан Слишком далеки они от народа и от власти Зато совести близки И однажды голос этой совести услышит каждый россиянин Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин